Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. По новым правилам члены правительства обсудили вопросы межбюджетной политики. Помним прошлое. В Чувашии отметили столетие Октябрьской революции. Воспевая прекрасную половину человечества, в Чувашском художественном музее открылась выставка Владимира Акимова. Сегодня, 7 ноября, одна из самых ярких в нашей истории памятных дат. Ровно 100 лет назад произошла Октябрьская революция. За целый век это событие обросло всевозможными подробностями и домыслами. Отношение к нему в обществе менялось с восторженного на диаметрально противоположное и обратно. Но неизменным остается исторический факт. Это были действительно 10 дней, которые потрясли мир. Доподлинно известно, 25-26 октября 1917 года по старому стилю, 7-8 ноября по-новому, в Петрограде произошел захват власти. Отряды под руководством Петроградского совета разоружили выставленные правительством караулы, взяли под свой контроль вокзал, электростанцию, телефон, телеграф, но все это без единого выстрела. Временное правительство во главе с Керенским опомнилось, когда в Зимнем дворце отключили телефоны и свет. Защищали его примерно 200 ударниц женского батальона смерти, 2-3 рот юнкеров и 40 инвалидов георгиевских кавалеров. Поддержку участникам переворота оказывал крейсер «Аврора», на котором служил и наш земляк, уроженец деревни Токташево-Козловского района Степан Васильев. С юных лет он пошел работать на Волгу. Работал он бакенщиком около Свияжского моста под деревней Улитино. Из-за того, что он был близко связан с Волгой, ему приходилось работать и на пароходах, его взяли на флот и отправили из Казани. Во-вторых, флотский экипаж, который находился на берегу Балтийского моря, Петрограде и Кронштадте, его зачислили матросом на крейсер «Аврора». Он попал туда в 1914 году и прослужил на этом корабле до 1918 года. 25 октября, 26 и 24 октября 1918 года находился в составе экипажа крейсера «Аврора». Холостой выстрел с «Авроры» послужил началом к штурму Зимнего дворца. Кстати, спустя 10 лет крейсеру довелось выстрелить еще раз для фильма «Октябрь» или «Десять дней, которые потрясли мир». Для съемок «Аврору» зарядили двойным зарядом, чтобы на экране было видно пламя, и многие дома на Невской набережной лишили стекол. А вот на территории современной Чувашии в те дни практически ничего не происходило. Основная политическая жизнь кипела в губернском центре, в Казани и нескольких городах. К февралю 1917 года, когда последний император Николай II отрекся от престола, а власть перешла к Временному правительству, уже сформировалась чувашская интеллигенция, поддерживающая революционные идеи. Довольно многочисленные, между прочим. Гавриил Алюнов, Дмитрий Петров-Юман, Александр Краснов, Петр Федоров – это всего лишь малая часть имен, к сожалению, сегодня практически забытых. Причины – в их политической принадлежности. Дело в том, что чувашские коммунисты, они, ну, процентов, наверное, 99, они все были в прошлом эсерами. Ну, все вы помните, 30-е годы – это не то, что не приветствовалось. Многие они пострадали от политических репрессий. Эсерами начинали свой путь в политику и другие деятели – Эльмень, Коричев, Максимов, Кошкинский. Последний старался скрывать свое революционное прошлое. Когда большевики переписали хронологию событий 1917-1918 годов, как героическую историю с собой в руководящей роли, эсерам в ней места не нашлось. Сегодняшние коммунисты в этом отношении более лояльны. Я вот не совсем в курсе, конечно. Ради бога, пусть эсеры, но в итоге-то все равно большевики перехватили ЛЭ. Впрочем, сегодня, как и сто лет назад, в товарищах согласия нет. Помимо того, что КПРФ не заключает никаких альянсов с другими политическими силами, наследники октября ухитрились поссориться и между собой. Митинг у памятника Ленину сегодня проводили дважды. Сначала члены КПРФ, возглавляемые Дмитрием Евсеевым, а спустя три часа на демонстрацию отправились сторонники партийного лидера Валентина Шурчанова. После развала СССР и смены идеологии 7 ноября перестали отмечать из-за явно выраженной политической принадлежности. На смену ему в российском календаре появился другой праздник, который был призван собрать под свои знамена всех граждан, независимо от партийности, национальности, статуса, вероисповедания. День народного единства. Это наша страна, это Родина, я родился в России, мне повезло, это принцип истина, это история, это люди вместе в радости море. Русские, чуваши, мордва, татары. Наша республика стала родным домом для десятков национальностей. У каждой свои традиции и особенности. Здесь на Красной площади танцевальные коллективы представили разные национальности нашей страны. Когда вот мы вместе, когда мы едины, мы всегда идем только вперед, только к победам. Уважаемые друзья, хочется вам пожелать благополучия, хорошего, прекрасного социального самочувствия и настроения. В единстве наша сила. Да здравствует Россия! Когда мы вместе, мы непобедимы! 4 ноября – особенный день для всей страны. В нем соединилось наше прошлое и настоящее. Этот праздник именно нужен, именно вот сейчас, для современной России. Он как бы показывает настоящее величие нашей Родины. Если мы объединимся, то нам не страшен никто и ничто. Пришли поддержать этот праздник, потому что, на самом деле, истоки этого праздника уходят в далекое прошлое. И не хочется оставаться в стороне от того, что происходит в моей родной стране. Творчество живет у нас в Чувашской Республике. Ну и, конечно же, здорово, что в этот праздник мы не видим чего-то такого, что можно было о проблемах говорить. Здесь как-то хочется просто смотреть концерт, видеть всех, поздравлять всех. Ну, просто я горда за республику и, конечно же, за нашу Россию. Ну, я патриот своей Родины, да, и вот у меня просто вот такое настроение. В истории России этот праздник появился сравнительно недавно, в 2005 году. Но с каждым годом он становится все популярнее. Если в 2005-м его отмечали всего лишь 8% россиян, то сегодня более половины населения страны выходят на улицы городов отметить праздник. Мы собрались еще раз подтвердить то, что мы все едины и мы непобедимы. Поздравляем всех с праздником! Символом единства нашей большой страны стали шары цветов российского триколора, выпущенные в Чебоксарское небо. Реструктуризация кредитов, сдерживание долговой нагрузки, новые правила о предоставлении дотаций, бюджетная политика – ключевая тема еженедельного заседания правительства Чувашии. Что ждут регионы от федерального центра и как в Москве намерены стимулировать субъекты? Подробности у Дмитрия Ковалева. Межбюджетная политика страны выходит на принципиально новый уровень. Федеральный центр предоставляет регионам больше самостоятельности. В то же время ужесточатся правила предоставления дотаций. Корректировки бюджетного процесса в Москве обсуждали члены правительственной комиссии, в состав которой входит и глава республики. Министерстве финансов страны уже рассчитали точную сумму на сбалансированность каждой субъектов. Общий объем дотации на сбалансированность, которую мы предлагаем сегодня распределить, составляет действительно 100,4 миллиарда рублей. Мы видим о том, что необходимо для закрытия модельных дефицитов бюджетов субъектов Российской Федерации 49,1 миллиарда рублей. Микаил Игдантьев отметил, что новые правила бюджетной политики необходимо проанализировать детально. До декабря в Минфине страны намерены заключить со всеми регионами договоры о реструктуризации кредитов. Лучшим субъектам могут предоставить гранты. Здесь мы, практически выполняя все соглашения, которые Минфин предоставил, выглядим хорошо, достойно. Об этом говорит сам министр финансов Антон Германович Силуанов. И с этой точки зрения в рабочем порядке все работы уже, как бы сказать, проводятся. Задача главных распределителей средств завершить все эти работы, которые начаты по этому году. Если взять дотации на уровне бюджетной обеспеченности, у нас сумма навозначена 9 миллиардов 917 миллионов рублей. И дотации на сбалансирование в проекте распределения стоит сумма 675 миллионов 320 тысяч рублей. От регионов в федеральном центре требует, в свою очередь, отдача. Повышенные дотации получат те субъекты, где растет экономика и сокращаются неэффективные расходы. Здесь цифры дополнительные, как бы, включаются, обеспечить рост объема инвестиций в основной капитал. Задача перед нами тоже это стоит, Вадим Александрович. Поэтому здесь надо жестче мониторить нам, кто отчитывается, кто до конца, может быть, не отчитывается, чтобы здесь выпадающих доходов у нас не было. Потому что рост 2017 года будет влиять на 2018 год. Доля доходов бюджета растет. С начала года увеличились и объемы неналоговых поступлений в казну. Это данные республиканского Минюста. Поступило почти полтора миллиарда рублей в 2017 году. По структуре неналоговых доходов у нас наибольшую сумму неналоговых доходов больше половины от всей структуры поступает все-таки от аренды. Но аренда имущества могла принести и большую сумму. Долги перед бюджетом не снижаются. 80% всей суммы задолженности, которая сегодня есть по республике, она относится к задолженности именно по городу Чебокцары. Это без учета задолженности коммунальных технологий. Эта сумма образовалась. И у нас тенденция на снижение имеется, но незначительная. Где-то 40%, которые мы оцениваем, сегодня невозможно будет изыскать. Хотя исполнительные производства ведутся. 66 и 63 миллиона – это сумма невозможных к изысканию должники, у которых отсутствует имущество или организации банкроты. Подано в арбитражный суд и суды в общей юрисдикции 254 рисковых заявления на взыскание задолженности на сумму 132 миллиона рублей. Глава региона поручил дать оценку должностным лицам, которые обязаны подавать иски на должников. Если на самом деле от действий ничего не меняется, то это имитация работа называется. Каждый налогоплодельщик обязан по закону платить. Утренняя планерка завершилась на приятной ноте. Члены правительства поздравили своего коллегу, министра информационной политики, с юбилеем. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Верховный суд Чувашия признал предприятие фармации единственным поставщиком медикаментов в республике. Напомню, что полномочия государственной организации прописаны в законе, который был принят в феврале. Но антимонопольная служба на протяжении многих месяцев оспаривала решения властей. Претензии УФАС признали необоснованными. И вот как прокомментировал решение суда министра здравоохранения Чувашия. 1 ноября Верховный суд Российской Федерации признал о том, что закон наш правоумочен и действителен. То есть сегодня мы уверенно говорим о том, что фагуформация является единственным поставщиком медицинских препаратов. Во-первых, этот закон принял для эффективного использования бюджетных средств, для централизации закупок. Чтобы всегда были запасы на базах фагуформации лекарственных препаратов. Когда покупают отдельно медицинское учреждение, это получается иногда у кого-то там не рассчитали в расчетах. Можно чуть-чуть, скажем так, ошибиться. Здесь этот закон нам позволит, чтобы на базе государственного унитарного предприятия формации всегда находились наличие лекарственных препаратов. В ближайшее время в столице перенесут остановку Ленинского комсомола к торговому центру Мадагаскар. Современное обустройство заездных карманов – это часть масштабного федерального проекта безопасной и качественной дороги. Итоги его реализации сегодня обсудили в столичной администрации. Всего отремонтировали 27 участков чебоксарских дорог. Это более 28 километров проезжей части. Расширено 5 перекрестков. Обустроено 6 заездных карманов остановок общественного транспорта. Но на некоторых участках работы пока продолжаются. Подрядом организациям помешали погодные условия и неточности в расчетах, когда на пути неожиданно возникали коммуникации. На все работы ушло 736 миллионов рублей, отметил директор управления ЖКХ и благоустройства Чебоксар Олег Белов. В следующем году на реализацию проекта планируется потратить более 800 миллионов рублей. Это позволит привести в так называемое нормативное состояние 50% уличной дорожной сети столицы республики. Для чего чебоксарские улицы разделят на типовые и исторические? Через какое время после начала снегопада коммунальные службы должны выйти на уборку? Кто ответственный за сбивание сосулек? Эти и другие моменты пропишут в новых правилах благоустройства города Чебоксара. Сегодня документ обсудили на публичных слушаниях. Безнадежно устарели, так отвечают представители городской администрации, на вопрос, чем плохи нынешние правила благоустройства столицы Чувашии. Одно из самых заметных изменений касается размещения наружной рекламы. В новом документе чебоксарские улицы делятся на типовые и исторические, со зданиями 1956 года строительства и старше. В зависимости от этого там разрешат, либо запретят тот или иной вид рекламных конструкций. Что касается озеленения, отныне, прежде чем начать строительство, реконструкцию или капитальный ремонт, специалисты будут составлять так называемый дендроплан. Дендропланы – это топографический план, отображающий размещение деревьев и кустарников, что позволит способствовать рациональному размещению проектированных объектов с целью максимального сохранения здоровых и декоративных растений. В те сферы жизни города, где не требуется серьезных изменений, внесли уточнение. При ночном стекной оплате уборка тротуаров производится до 7 часов утра. При возникновении гололеда противогололедными материалами обрабатываются в первую очередь лестницы и тротуары. Особый раздел – парковки. Жители пожаловались, что после введения платы на парковке у железнодорожного вокзала соседние дворы заставлены машинами. Мы столкнулись второго часа с такой проблемой, что скорая не смогла подъехать к подъезду. Машины стоят навалом. Особенно страдают эти дома, когда поезд приезжает и провожаем поезд. Есть такие требования, что не допускается стоянка машин на вне отведенных для этих целей местах, то есть на тротуарах, на газонах. Это, конечно, в правилах прописано. Но единственное, то, что мы хотели внести изменения в закон Чувашской республики об административных правонарушениях, которые давало бы нам, то есть работникам администрации, привлекать к ответственности этих нарушителей, вот такой пункт пока не включили. Участь в вопросах и предложения предстоит чебоксарским депутатам. Именно они будут окончательно утверждать новые правила. Я думаю, что мы плодотворно поработаем и еще видоизменим немножко эти правила. Потом, конечно же, еще нужно, чтобы правила благоустройства прошли в фильтр прокурорский, то есть провели через прокуратуру, и только потом мы уже утвердим. Ольга Пырышкина, Расиль Мухаммедов, Республика. Четвертый год подряд Чуваша участвует во всероссийской акции «Ночь искусств». В музеях, театрах и библиотеках Республики прошли выставки, спектакли, мастер-классы, встречи с деятелями искусства. В духе революции так назвали тематическую площадку в Национальной библиотеке. Она объединила несколько направлений. В приоритете оказалось искусство революции или революция в искусстве. Ученые, историки, искусствоведы, студенты в формате свободного микрофона обсудили самые яркие проявления творчества тех далеких времен, будь то поэзия или живопись. Факты и события столетней давности по-прежнему вызывают глубочайший интерес. Мебель, книги, плакаты, старинные банкноты, значки – в этой комнате вовсе не музейные экспонаты. Это личные вещи людей, захотевших поделиться семейными историями. В них целая эпоха, революционный дух прошлых поколений. Библиотекарям удалось воссоздать комнату в духе 1917 года. Особо любознательным посетителям предлагали пройти квест, Владимир Ильич просил передать. Даются маленькие бумажечки, по которым мы должны найти подсказку. В книжках, то есть должны везде ходить по кабинету, искать по углам. Это очень интересно и захватывающе. Это, мне кажется, очень нравится молодежи. Дух того времени ощутили и дети. На площадке под названием «Октябрята» ребята учились делать бумажные красные цветы, как необходимый атрибут революционных демонстраций. Мне было интересно делать гвоздику. Это значит символ революции. Ночь искусств завершилась концертом «Светлое настоящее». Группа «Случайный бэнд» исполнила песни о простых человеческих ценностях и о том, как легко жить и дышать в мирное время. Женщина-мать, красавица, Даная. Разные ипостаси изобразил художник в своих работах. Владимир Акимов утверждает, что женщина прекрасна в любое время и в любом образе. Как можно женщину не любить и как можно жизнь на земле воспроизвести без женщины? Это просто как бы нереально, невозможно. Поэтому мы просто созданы женщиной, весь мир создан женщиной. И поэтому вся любовь должна быть к ней именно. Это поэтому в картинах моих основное или главное место в творчестве занимает образ женщины. Сам художник свой жанр определяет как мифо-фантастический реализм. Говорит, что это родом из детства. В деревне было очень тяжело жить. После военного времени, нечета, голод, много не хватало. Но были люди, которые жизнь вокруг театрализовали, мифологизировали. Было такое яшко кино. Потом вы увидите на этой картине, которую нам рассказывали байки, сказки, сочинял. И жизнь становилась интереснее, веселее и радостнее. То есть такой мифологизм, он существует в реальной жизни во всех сельских поселениях. И эта тема у меня по-моему, как она проходит. Именно мифологизм и сюрреализм в творчестве Акимова отмечают и искусствоведы. Художнику удается совместить в работах искусства и идеалы разных эпох. По форме эти композиции настолько сложны и интересны, что он нашел особый язык, совмещающий разновременные, разнопространственные вещи в одной композиции. И тем самым он мог сказать в этой композиции гораздо больше, чем можно сказать даже в нескольких картинах на какие-то сложные темы. Наряду с мифологическими сюжетами на выставке представлены и портреты, выполненные в реалистичной манере. Картины Акимова разнообразны и в жанровом плане. Рядом с тематическими полотнами есть и портреты, и пейзажи, и ню. Все они передают состояние и настроение, теплоту и любовь, которую вложил в них художник. Одна из поклонниц мастера – супруга Анна Акимова. Они вместе уже 42 года учились в одной школе. Анна Константиновна называет своего мужа трудоголиком. Не представляет мне дня, чтобы не посетить свою мастерскую. Мне вообще-то, конечно, все мифологические истории очень люблю. Всего в художественном музее представлены 200 работ мастера. Татьяна Молокова, Татьяна Раевская, Андрей Спиридонов, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Впереди полезная информация. Я прощаюсь. До завтра. Газ, холодная и горячая вода, электричество. Благодаря Сбербанку сейчас платить за услуги ЖКХ можно даже не выходя из дома, а через интернет-банк или с помощью мобильного приложения на смартфоне. А теперь оплачивать коммунальные счета стало еще и выгодно. 1 ноября Сбербанк запустил специальную акцию. Чувашская линия Сбербанка в преддверии Нового года дарит жителям Чувашии новогодний подарок. Мы проводим акцию, когда каждый житель республики может оплатить коммунальные платежи и получить за это подарки от банка и партнеров купоны на скидку в сети аптек, в сети салона красоты и в медицинской клинике. Чтобы стать участником акции, нужно заплатить за коммунальные услуги через Сбербанк любым удобным для вас способом минимум по двум квитанциям. Например, за две разные квартиры или кварплату и газ, сумма в каждой из которых составляет не менее полутора тысяч рублей. А затем предъявить оплаченные квитанции с чеками, либо экран мобильного телефона с информацией об оплате сотруднику банка. Купоны дают право, к примеру, за полцены сделать стрижку или попасть на прием к специалисту в одной из частных клиник, со скидкой купить лекарства и пройти различные обследования. Получить купоны в рамках акции можно до 31 декабря, а потратить их до 1 марта. Подробности об акции, а также адреса партнеров на сайте Сбербанка в разделе «Выгодно для вас».